Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня в программе. Уборка на фермерских полях в самом разгаре. Глава региона побывал рабочим визитом на фермерском хозяйстве Поливное Абайского района. 17 октября в Казахском драматическом театре имени Сакена Си Фулина состоится премьера спектакля «Потерявшийся». Главной идеей постановки стало поднятие проблемы экстремизма. Карагандинские дзюдоисты вернулись с победой из Таиланда. Обо всем по порядку. Уборочные работы на хозяйственных фермах страны сейчас ведутся активно. На сегодняшний день на сумму более 230 миллионов тенге овощная и бакалейная продукция реализована практически в полном объеме. С рабочим визитом на фермерском хозяйстве Поливное Абайского района побывал глава региона Нармухамбет Абдебеков. Поля данного хозяйства составляют более 1 тысячи гектаров земли. Здесь выращивают картофель, морковь, лук, свеклу и капусту. На сегодняшний день в фермерстве активно ведутся уборочные работы. По словам руководителя на фермерстве, урожай на этот год очень хороший. По сравнению с прошлым годом есть увеличение на 40%. В этом году урожай, очень хороший урожай. Вовремя убираем. Погода позволяет нам убраться в этом году. Сегодня завершаем уборку моркови. С гектара где-то 600 сантиметров. На данный момент на складах фонда в полном объеме произведена закладка моркови 150 тонн, свеклы 110 тонн, из 200 тонн заложено 111 тонны картофеля. Как и отметил глава региона, цены на продукты питания, особенно на социально значимые, под контролем. Но Мухаммед Абдебек уверяет, на сегодняшний день социально-балитический вопрос является самым важным. Рис мы полностью буквально месяц назад реализовали. Подсолнечное масло реализовали два месяца назад. Уже на Востоке договорились, по рису к Зеларду поедем. В принципе, ждали только деньги, потому что вопросы жертвы только предоплаты. Как известно, для удержания цены продовольственной продукты был создан стабилизационный фонд, продукция которого реализуется на коммунальных рынках. Кроме того, прилавки стаб-фонда имеются в наиболее посещаемых магазинах и супермаркетах областного центра, что и городским потребителям очень доступно. Гульза Атсахова Александра Царикидзе, 1-й Карагандинский. Караганду посетил посол Кореи Чо Йонг Чон. Высокопоставленного гостя встретил Акимобласти Нурмухаммед Абдебеков. Глава региона рассказал ему о социально-экономическом развитии региона и о работе местных органов власти. Чо Йонг Чон, в свою очередь, поделился своими планами. В Карагандинской области, но с любой стороны, с Южно-Казахстан, Абдинской области, на территории этой области, корейские компании также планируют в будущем запускать новые проекты. Посол Кореи рассказал о местах, которые уже успел посетить. С его слов, казахстанская степь впечатляет своей первозданностью, а города покоряют архитектурными строениями. В одной только столице есть смешание стилей. Также иностранный чиновник отметил привлекательность казахской земли для их инвесторов. Корейские компании будут заинтересованы в том, чтобы привлекать и человеческие ресурсы, и другое из этой области для решения своей деятельности. Глава региона поддержал слова посла и рассказал ему о индустриальном развитии области. Аким привел в пример славу наших университетов, чьи выпускники ценятся далеко за пределами области. Также он отметил, что Карагандинский регион готов сотрудничать с Кореей. Сегодня уже действует ряд заводов с нашими германскими партнерами. Но мы хотели бы, чтобы присутствие именно корейского капитала возрастало. Встреча завершилась на дружественной ноте. Чиновники обменялись рукопожатиями в знак долгосрочного сотрудничества и сделали фото на память. Аймам Ринал Жасгабасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асселбек Дюсибаев посетил объект ремонта моста вдоль реки Ишим в Асакаровском районе. Через путепровод передвигается много областных маршрутов. Мост был признан аварийным в 2006 году. Кроме того, после весеннего паводка текущего года были существенно размыты многие части, что и требовало капитального ремонта. Подробности в следующем сюжете. По этому мосту в день проезжает больше 500 машин. Она соединяет Карагандо с республиканскими трансами, как Павлодар и Астана. Так как мост был признан аварийным в 2006 году, после прохождения весеннего паводка текущего года были существенно размыты опоры и конуса, что в короткий период времени непременно привело бы к его разрушению. Данный мост расположен на автомобильной дороге областного значения Асакаровка-Молодежная, на подъезде к селу Пионерская. Мост соединяет многие населенные пункты, и многие жители передвигаются ежедневно, пользуясь этим же мостом. В этом году данный старый мост был в очень плохом состоянии. Он ставил затор на реке Ишим, из-за чего подходило подтопление крайних домов села Пионерского. Деньги были выделены, и строительство моста продолжается. Я думаю, что это очень хороший показатель, так как люди, население по этому мосту будут передвигаться. После завершения работ длина отремонтированного моста составит 55 метров, что двое больше прежнего увеличится его высота. Надежность моста будет обеспечивать 16 буронабивных свай из армированного высокопрочного бетона с обсадными трубами. На сегодняшний день идет забивка буронабивных свай. Всего здесь 16 свай. Общая длина моста будет 54 метра. Раньше здесь стоял мост 62-го года постройки, он был 28 метров. Данный мост в два раза длиннее, который будет стоять, и еще выше. Тут используются новые технологии, то есть буронабивные сваи, они намного прочнее, входят практически туда около 18 метров в глубину. Будут выдерживать большие ледовые нагрузки. Данный объект является переходящим, то есть полностью работы будут завершены в 2016 году. В текущем году будет завершено устройство перекрытия моста и обеспечен проезд по нему транспортного потока. Гульза Атсахова, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводительная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколений. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. К другим новостям. В Казахском драматическом театре имени Сакена Сейфулина состоится спектакль «Потерявшийся». Главной идеей постановки стало поднятие проблемы экстремизма. Премьера пройдет уже 17 октября. В преддверии премьеры спектакля организаторы провели пресс-конференцию. Проблемы экстремизма и все тонкости религии были обсуждены с участием Управления культуры, Управления по делам религии Карагандинской области и сотрудниками театра Сакена Сейфулина. Спектакль был поставлен по заказу Акимата Карагандинской области совместно с Комитетом по делам религии. Любое слово, начатое с Бога, идет в ногу. Будьте преданы религии, будьте защитниками и прежде всего людьми. Старайтесь часто думать логически, помогайте всем родным, близким и знакомым, которые нуждаются в вашей помощи. Пьеса драматурга Жумабекова «Потерявшийся» рассказывает о том, что молодежь, не до конца поняв исламскую религию, запутавшись в жизни, при этом не нашедшая себе применения, покидает свою страну ради наживы денег. Главное действие спектакля разворачивается вокруг вымышленной семьи, которая уехала воевать в Сирию. И нам бы хотелось, чтобы наша молодежь, наши граждане в такие чужие войны, в чужие проблемы не попадали. У нас достаточно крепкое государство, и мы обязаны за будущее нашего государства, за будущее наших граждан. Если задуматься, то религия является институтом, важным для понимания современной социальной жизни. Сегодня, как никогда, важны взаимоуважение и понимание, тем более на казахстанской земле, на которой проживают люди разных национальностей. Асиль Сазымбаева, Исламбек, Успан, Александр Цирикидзе, Первый Караганзинский. Казахстанский боксер Геннадий Головкин начал строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Каркаролинском районе. Землю под комплекс чемпион мира выбрал еще в 2014 году. Боксер купил территорию площадью в 400 квадратных метров за 2 миллиона тенге. Участок находится в пригороде, который граничит с национальным парком сблизи Большого озера. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса уже началось. Зона отдыха будет построена на востоке Каркаролинска на берегу озера Большое. Эту землю как раз распродают частным предпринимателям для развития туризма. В местном Акимате нам рассказали, что деньги от продажи земли поступили в районный бюджет. Инициатором строительства проекта является Геннадий Головкин. Земельный участок оформлен на него. Так, в 2014 году на выкупленном земельном участке начаты и на сегодняшний день уже завершены строительные работы жилого комплекса. А с весны следующего года планируется начать строительство спортивных залов и площадок. После полного завершения всех работ по строительству на территории базы будут проводиться тренировки и отдых спортсменов. Мы со своей стороны всячески готовы поддержать нашего земляка и хотим пожелать ему удачи в предстоящем поединке. Гена, мы ждем тебя с победой! Очередное заседание по воспитанию подрастающего поколения прошло сегодня в стенах Карагандинского экономического университета. В ходе встречи участники обсудили проблемы межэтнического и межконфессионального характера. На круглом столе, организованном общественным объединением движения молодежи за будущее, при содействии отдела внутренней политики присутствовали представители духовенства и местные власти. Всех их объединяет цель сформирования правильной духовной общности, молодежи и встраивания добрых отношений между этническими группами. В настоящее время взаимоотношения всех религиозных структур в нашем городе стабильные, рассказала заместитель Акима города Караганды Ирина Любарская. Вопросы укрепления межконфессионального согласия мы с вами всегда рассматриваем на свиданиях советов по связям. Данная работа позволяет нам сохранять толерантные отношения между религиозными течениями. В учебных заведениях у нас всегда проводятся встречи со студенческой молодежью. В ходе конференции собравшимся школьниками и студентами были обсуждены проблемы не детского характера. Ученик 9 класса 21 школы Махамад Султан Кажимаматов пришел сюда для получения полной информации, религиозного нрава. Школьник, который заинтересован всем, в особенности дружбой стран и народов, считает, что круглые столы такого характера должны проходить чаще. Очень рад, что такой круглый стол прошел, и я в нем участвовала, услышала очень много интересного насчет всяких религий. Религия – это самое главное для человека. Вот этот круглый стол помог мне узнать очень много, и думаю, это мне пригодится во взрослой жизни. 20-летие Ассамблеи народов Казахстана и День духовного согласия стал причиной создания дискуссионной площадки, благодаря которой все заседатели и гости получили ответы на все интересующие вопросы религиозного характера. Фариза Улбаева, Жаслан Макулбеков, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. Виртуальное обучение, ориентирование школьников к реагированию в чрезвычайных ситуациях начинается со школьной скамьи. Областной департамент по чрезвычайным ситуациям провел интерактивный урок среди 7 тысяч карагандинских школьников. Он был организован в честь профессионального дня спасателей. Подробности в сюжете Фаризы Улбаевой. Возможность послушать поучение спасателей вживую получили школьники лицея номер 2. В ходе экскурсии учащиеся ознакомились и даже показали свои знания в сфере реагирования на несчастные случаи. Одна из них ученица лицея номер 2 Асия Альбекова. Спасательной системой знакома не понаслышке. Девятиклассница является победительницей конкурса юных спасателей. Как говорит сама Асия, каждый человек должен уметь реагировать на чрезвычайные происшествия. Сейчас мы на экскурсии, это очень полезно, интересно, много нового можно узнать. Как раз вот, ну как сказать, показывает очень много интересного, это может приблиться с каждым в будущем. Не обязательно идти там на юного спасателя, это уже кто по желанию хочет. Но все равно подготовка идет, очень много нового человек узнает. Худут уже знать, как себя вести в каких-то ситуациях, как помогать другим людям. В ходе интерактивного урока все общеобразовательные школы области были в прямой трансляции, в ходе которого все школьники нашего региона выслушали представителей водно-спасательной структуры, пожарной службы и отряда быстрого реагирования. Агитационные работы данного характера стали ежегодными в рамках профессионального дня спасателя, который отмечается 18 октября. Руководители служб рассказали и о водном спасении, о спасении на воде, и о спасении на пожаре, и других видов спасения. Это для них является и поучительным, и значимым. Хочу сказать, что школьники сегодня будут присутствовать на онлайн-уроке, онлайн-урок на всю Карганинскую область. По словам организаторов, такие уроки формируют точную реакцию подрастающих в чрезвычайной ситуации. Обучение спасательному делу в наше время начинается со школьной скамьи. А тех, кто видит себя в спасательной сфере, пригласили в Кокчетавский технический институт, готовящий будущих спасателей. Фариза Улбаева, Жаслан Макулбеков, Александр Царикидзе, Первый Каргандинский. Здоровье нужно беречь, особенно детское. Клиника «Гиппократ» заботится о населении города и, несмотря на тяжелое финансовое положение в стране, часто проводит день открытых дверей. Сегодня в отделении педиатрии ввели бесплатный прием высококвалифицированные врачи-педиатры. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто к нам пришел? Да, кто к нам пришел. В прохладную осеннюю погоду различным вирусам и заболеваниям подвержены дети. Многие родители доверяют именно клинике «Гиппократ», потому что там работают врачи-профессионалы. По словам педиатра Натальи Ивановны, самые частые обращения родителей и детей – это простуда. Мы с рождения сюда ходим буквально. Да, с рождения. Выбор, потому что в обычной клинике не дают такого осмотра, такого отношения нет к ребенку. Мы прошли много клиник, вот остановились на «Гиппократе», потому что увидели здесь хорошее отношение к ребенку. Врачи сразу не пичкают антибиотиками, то есть относятся хорошо к ребенку, просматривают. Внутри поликлиники тепло и уютно. Во всех кабинетах приема детей есть игрушки. Для того, чтобы им было чем заняться, пока врачи разговаривают с родителями. Сегодня всем пациентам раздавали бесплатные и полезные кислородные коктейли. Холи для деток показывают мультфильмы. В этой поликлинике дети не боятся врачей. Приходят дети разного возраста, совершенно с различными заболеваниями. Поэтому мамам оказывается консультативная помощь, помимо того, что детям назначается правильное питание. Особенно это дети с атопическими дерматитами, дети первого года жизни, когда питание является основой всего для здоровья ребенка. Поликлиника «Гиппократ» часто проводит день открытых дверей. Получить консультацию профессионалов приходят не только карагандинцы. Чтобы проверить здоровье, люди приезжают из других городов-спутников. Мы рекомендуем прикрепить детей к нам в гиппократное обслуживание. Мы будем оказывать помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. То есть практически те же услуги, что они получали и в поликлиниках по месту жительства. Процесс прикрепления очень прост. Родителям достаточно прийти со свидетельством о рождении ребенка и написать заявление. 1 января 2016 года дети будут обслуживаться в клинике «Гиппократ». Лариса Хусынова, Толиген Рашидов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Какой подарок Новому году для женщины может быть лучше, чем шуба? В Караганду приехала выставка-ярмарка меховых изделий из города Пятигорск. За покупку верхней одежды каждого ждет подарок. Шубы из норки, мутона, нутри, каракули и бобра ждут своих обладателей. Большой ассортимент по низким ценам. Среди продукции Пятигорской фабрики представлена верхняя одежда из меховых изделий. Полушубки, шапки, мужские куртки, чехлы для сидений автомобиля из натурального меха и прочие аксессуары. Впервые в вашем городе выставка продажа меха из города Пятигорска. Здесь представлены очень разные меха – мутон, нутрия, бобер, норка и каракуль. Меха у нас импортные, производство Пятигорска. Выставка началась с 15 сентября и будет продолжаться по 25 октября в вашем городе. Наступают холода, пора тепло одеваться. Здесь каждый может найти то, что ему и по душе, и по цене. А продавцы-консультанты подберут хорошую модель даже для самых привередливых. Продали мы большое количество шуб. Коллекция обновляется каждую неделю. Соответственно, размерные ряды пополняются и потом пополняется коллекция меха. Ежедневно с 10 до 8 часов вечера в торговом доме «Абсолют Казахстан» на третьем этаже проходит выставка продажа шуб. На следующей неделе обещают завоз новых моделей. Вас ждет широкий ассортимент меховых изделий на самый изысканный вкус. Лариса Хусейнова, Толиген Рашитов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Карагандинские дзюдоисты вернулись с победы из Таиланда. Они участвовали в чемпионате Азии среди кадетов и молодежи. У сборной Казахстана 12 медалей. 6 высшие пробы, 2 серебра и 4 бронзы. В командном зачете сборная заняла первое место. Спортсменов на вокзале встречали родные и близкие. Ну и наша съемочная группа. Первенство Азии среди кадетов и молодежи состоялось 9-10 октября в Бангкоке. Честь нашей области в сборной представляли дзюдоисты из Тимиртау и Сатпаева. Санжар Жаборов выступал на соревнованиях в весовой категории плюс 90 килограммов. Он завоевал бронзовую медаль. Со слов спортсмена победа далась легко. Все было как обычно, просто соревнования тоже самое. Просто уровень соревнований чуть выше. В принципе, все хорошо прошло. Тренер Санжара назвал спортсмена очень перспективным. Отметил, что парень неоднократный победитель республиканских соревнований. Просто ему не хватает подготовки, ведь молодой человек занимается чуть больше трех лет. В чемпионате Азии противостоял борец из Вьетнама, дзюдоист. Он его обыграл, чисто выиграв за 15 секунд в душащем прием. Вторую схватку ему противостоял боец из Таджикистана. Мы с ним уже встречались неоднократно, но чуть-чуть не хватает возраста, опыта участия в соревнованиях. Предателем серебра стал Диас Ашимов. Парень выступал в весовой категории 55 килограммов. Он уроженец города Сатпаев. Оба карагандинских спортсмена с гордостью рассказали о победах. Обещали, что они не будут последними. А имамлина Исламбе Госпан, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова